День независимости Израиля Прозвучала к нам Такая просьба Об этом периоде рассказать поподробнее И я с удовольствием За нее ухватился Так как давно хотел На эту тему поговорить Естественно она очень обширная Но общие такие сведения Я вам сегодня Поведаю надеюсь Благодарю Полину Волокову За помощь в подготовке выпуска И для начала сделаю то Чего не делал очень давно Посоветую вам фильм Посмотреть Это фильм израильский Тем более 1984 года По-английски он называется Rage and Glory У нас его принято переводить Как ярость Гнев и триумф Или ярость и триумф Если вы в Израиле То я думаю вам не составит Труда его найти Он недавно был ремонтирован Тем более Американским слушателям Может посложнее Но на Амазоне он точно есть Это лучший пожалуй Фильм про Алейхи Знаете мое отношение к этой организации И о борьбе за независимость Израиля И тем более повторяю Снятый в самом Израиле И такой для меня тоже показатель Шамир Исхак Шамир Был тогда жив естественно И даже был премьером Он этот фильм посмотрел И остался им очень доволен Так что для меня вот это лучшая иллюстрация То что смотреть во время празднования Дня независимости Израиля Обязательно Ну а теперь перенесемся с вами Действительно в сороковые годы И так надо сказать Что бывает очень часто Очень выгодное положение Политических лидеров Что нужны вот именно те Кто вот в тот момент Во главе страны И оказывался Потому что Будь на момент Признания Израиля Скажем Во главе своих стран Рузвельт и Черчилль Соответственно То возможно Ничего бы и не получилось Потому что Рузвельт Он Хотя У него была очень сильная Еврейская поддержка И Стивен Уайс Глава Сионистской организации Америки Был однозначно Сторонником президента И именно потому Что Рузвельт Считал Что Еврейские голоса У него в любом случае В кармане То он Уже Особенно и не старался Их завоевывать И плюс Его политика Нацелена В ряде случаев На ограничения Иммиграции евреев В Америку О чем вы знаете Она тоже На это указывала Более того По словам Ближайших К Рузвельту Помощников Его советников В сорок пятом году Как раз Он еще После Ялты Успел Встретиться С Саудовским Королем И Проникся К королю Такой симпатией Ну Рузвельт Хотя и считал себя Его действительно Был конечно Ловким политиком Но Его Как мы видим На примере Того же Сталина Тоже было довольно Просто провести Именно потому что Он был уверен В своей Абсолютной Непогрещимости Так вот Саудовский король Так его покорил Что Рузвельт Сказал что он За несколько часов Беседы С королем Сразу Все понял Как на самом деле Обстоит дело На Ближнем Востоке И заявил Что никаких изменений Без Консультации С арабскими Лидерами Там не будет На Ближнем Востоке То есть мы понимаем Чего хотели Арабские лидеры Другое дело Что с Черчиллем Сложнее Черчилль То был Куда более Настроен На создание Еврейского Государства Но не забываем Что Черчилль Все таки Империалист И Для меня В хорошем смысле Слова И он Был скорее Забочен Чтобы государство Было все таки Под контролем Британской империи А так как Черчилль Был куда более Дружелюбно Настроен К сионизму И к евреям Более того По сравнению С его Предшественниками И последователями В консервативной партии Чемберленом И Иденом Так вообще Исключение Те двое были Вполне себе Чемберлен Можно сказать Антисемит А Иден Слишком настроен На арабские страны Но при этом Вот именно Такая доброжелательность Черчилля Она привела Скорее всего К тому Что Независимости Израиля Он бы на это не пошел А вот постарался бы На какую-то автономию Поэтому Когда Возвращаясь к Лехе Исраэль Эльдад Говорил Что Чем хуже Вот это та ситуация Когда чем хуже Тем лучше И когда Заведомо Враждебные Этли Лейбористы Тоже Тоже Ограничивающие Въезд В Эрец Исраэль А не власти Это как раз Кстати Больше побуждает Сионистов И евреев На борьбу За свою независимость Ну вот Что касается Штатов То Там Еврейские Активисты Работали В сороковые годы Очень активно И Прежде всего Ну Разные организации Были Но Пожалуй Особую активность Проявляли Именно Сторонники Жаботинского Те Кого называют Ревизионистами Еще иногда В историографии Бенсон Нетаньяху О ком мы уже говорили Бенджамин Акзин Ильяху Бенхарин Они были Нацелены Естественно О чем я тоже Не так давно говорил На двухпартийную Поддержку Но Учитывая Некоторую И в общем-то Понятную Так скажем Пресыщенность Назовем ее так Демократов Они больше Давили на Республиканцев Тем более Что встречали В среде Республиканцев Немалую Поддержку Скажем Лидер Республиканцев Неофициальный На 40-е годы Роберт Тафт Но у него И так были Тесные связи С сионистами Внутри штатов С Равеном Аббой Хиллилом Силвером Например И Нетаньяху Тоже нашел С ним общий язык Даже там было Какое-то Можно сказать Некоторое Соревнование Кто больше окажет влияние на Тафта В хорошем смысле слова Еще раз Силвера Или Нетаньяху Кроме того Был подключен даже Герберт Гувер Бывший президент И Герберт Гувер Он был очень заинтересован Например Такой идеей Она озвучивалась И в кругах сионистов Потом пропадала Ну вот Гувер Ее считал Как раз разумной Он полагал Что арабы На территории Будущего Израиля Не дадут Евреям жить Спокойно И поэтому Он считал Обязательным Условием Переселения Арабов С территории Ариц-Исраэль В Ирак Он думал Их перевезти Именно туда А так как Гувер Ну у него Кличка была Инженер Так как он Любил масштабные Проекты И он действительно Всерьез этим Занялся Но Потом идея Сошла на нет Так кстати говоря Жаль Гувер Был прав Я считаю И Кроме того Кандидат Президента С 44 И кстати 48 Года Томас Дьюи Тоже Был Абсолютно На стороне Сионистов Более того В программе Республиканцев 44 Года Появилась И появился И пункт О том Что необходимо Всячески Способствовать Расширению Иммиграции В Ирак Израиль И помощи Евреям В поселении Там И в создании Каких-то Органов Власти Демократы Встревожились И видя Что Так называемая Новая Сионистская Организация Которая Представляла Тот же Самый Нитанияху Она Ну если Не выигрывает То Уже Начинает Представлять Опасность Для Просто Сионистской Организации Америки Ее Возглавлял Равин Стивен Вайс Близкий Рузвельту Как я уже Говорил То Они Всположились И поэтому Программа Демпартии 44-го года Она В общем-то Во многом Дублировала И даже В чем-то Шла Дальше Республиканской Партии Программа Республиканской Партии Действительно Указывая Ну на Какое-то Подобие Уже И создание Еврейского Государства И Тем более Что В составе Демократов Например Авторитетные Люди Сенаторы Элберт Томас И Эммэн Эл Селлер Они Призывали Именно К тому Что Смотрим И видим Что Сианисты И республиканцы Могут Отбить Еврейские Голоса Надо с этим Что-то Делать Элберт Томас Кстати Хоть он и был Демократом Но Он Как раз Рузвельта Критиковал Именно За Недостаточную По его мнению Поддержку Сианистского Движения И за Недостаточную Активность В разрешении Еврейской Эмиграции Так К слову Что демократы Как видите В те годы Были немного Другие Но Как бы то ни было Та борьба Привела к тому Что все-таки Победили Как мы помним Демократы И Рузвельт Мог все Испортить Как я уже сказал Своей Чрезмерной Дружбой Саудовцами Но Однако Когда Пришла Пара Выборов Сорок Восьмого Года То Проблема Снова Появилась Тем более Что И Обстановка Действительно Обострилась На Ближнем Востоке И Действия Британцев Мягко говоря Оставляли Желать Лучшего Внутри Штатов Была Серьезная Поддержка Сианистского Движения Тоже Недавно Совсем Говорил Напомню Что Сианистов Сравнивали С поселенцами Первыми Американскими Бегина С Вашингтоном Например И Писали Что Британцы Ведут себя Как и В восемнадцатом Веке Натравливая Арабов На Евреев Сам же Трумэн Он Действительно Хотел И По своим Взглядам И Потому что Стали Вскрываться Подробности Того Что Происходило Во время Войны То Преступление Что Было Совершено Вроде бы Цивилизованными Европейцами Против Евреев При Попустительстве Остального Цивилизованного Мира Поэтому Трумэн Говорил Что Меня Не волнует Нефть Потому что Ему многие Советники Указывали Именно На Нужно Поддерживать Нефтяные Интересы Меня Волнует То Чтобы Поступить Правильно В этой Ситуации И При этом Абсолютно Все Лидеры Госдепартамента Были На самом деле Против Признания То есть Если Назвать Некоторые Имена То это Госсекретарь Джордж Маршал Тот Самый По имени Которого План Маршал Потом Был И Которого Кстати Критиковал Маккарти Что стоило Ему Карьеры И Целый ряд Помощников Маршал В том числе И два Будущих Госсекретаря Эчисон И Раск Все Они Повторюсь Были Против Министерство Обороны Тоже И Министр Джеймс Форестл Говорил Например Советнику Трумэна Клиффорду Что Миллионы Арабов Уничтожат Несколько тысяч Евреев В мгновении Ока Зачем нам В этом Участвовать Лучше Думаем О нефти Но Клиффорд Тем не менее Это все Передавал Но Трумэн Был Человеком Упертым И Повторяю Его Больше Интересовала В данной Ситуации Все таки Еврейская Проблема Чем Нефть Здесь Надо еще Что Заметить Вообще Для самой Америки Нефтяной Вопрос Был на тот Момент Не особенно Актуальным Потому что Тогда Америка Экспортировала Порядка Порядка 6% Только Нефти И С Саудовской Аравии Внутри Этих 6% Было Импортировало Прошу прощения Конечно же Импортировало 6% Нефти Внутри Этих 6% Саудовский Процент Это 6,3 Десятых Всего Навсего Но Учитывая Что В Госдепартаменте В Министерстве Обороны Были Очень Забочены Восстановлением Европы А Восстановление Европы Как раз Очень серьезно Зависело От Ближневосточной Нефти То Да Нефть Их Волновала И Трумэн Хотя Повторяю Мы его Все-таки Тоже Не будем Здесь Обозначать Однозначно Ангельским И Безобидным Он Человек Из Демократического Аппарата В демократическом Аппарате Некоторые Сложности Интриги Знают Поэтому Он мог В течение Одной Недели Встретиться С сионистскими Лидерами Внутри Штатов И заверить Их Что да Он целиком И полностью За поддержку Израиля И Буквально Через Несколько Дней В окружении Своих же Помощников Жаловаться На то Что Евреи Неблагодарны И нелояльны И так далее И тому подобное Или например Когда Представитель Соединенных Штатов При ООН Остин Выступал С заявлением Что необходимо Создать Некую Контроль ООН Над Эрец Израилей Чтобы Не было Израиля А был Вот этот Самый Контроль То Трумэн Официально Заявлял Что вообще То он К этому Вступлению Остина Не имеет Ни малейшего Отношения Но Люди Из его Окружения Знали Что Речь Эту Он одобрил И полностью Ее подтвердил То есть Трумэн Старался Угодить Всем На что Указывали Кстати И многие Сианинские Лидеры Что да Есть такое Знаете Английское Выражение Говорит Из обеих Сторон Рта Но при этом Лидеры Которых я уже Называла Они Не прекращали Своего давления И с теми же Эчисоном Хендерсоном Тоже важный Человек Был тогда В госдепартаменте Они И с людьми Из министерства Обороны Они продолжали Встречаться Давя на то Что Израиль Будет Главной Опорой Соединенных Штатов В борьбе С коммунизмом И При Даже не то Чтобы активной Поддержки А просто При какой-то Военной помощи Минимальной Кстати говоря Он Будет Куда более Надежным Союзником Чем Арабы И Не сказать Чтобы Чиновники Очень На это Отреагировали Из госдепа И министерства Обороны Но Тем не менее Активность Нетаньеху Старшевой Компании Привела к тому Что они С Эйзенхауэром Завязали Контакты И со Многими Другими А что Что же касается Многих Демократов То Здесь Знаете Интересный Такой Штрих Сейчас Очень Принято У нынешних Демократов Говорить Что Сторонники Израиля Ну Это на самом деле Не сейчас Это пошло Еще с 60-х С шестидневной Войны Так вот Принято Говорить Что Сторонники Израиля Это Расисты И так далее И тому подобное Однако Если мы Посмотрим Переписку И письма Которые Получал Тогда еще Демократ Он потом Перешел В диксикраты И только в 60-е В республиканцы Стром Торманд То там Например Есть такое Занимательное Письмо От некой Миссис Коттингем Где Сказано Что Как же Это так Вот Тафт Республиканец Он поддерживает Евреев Потому что Сам еврей Белые же люди Должны быть На стороне Арабов Это абсолютно Поверьте мне Реальное письмо Не какая-то утка И Довольно-таки Точно Характеризуется То как Себя Вели Демократы Тогда Хотя Повторяю И в их числе Были все-таки Люди адекватные И вот В такой Обстановке Когда С одной стороны Были Деятели Сионистки Республиканцы Повторяю Дьюи был Основным Противником Трумана В тот же Самый В девяносто Восьмом Который Был абсолютно Нацелен На поддержку Израиля Неофициальный Лидер Республиканцев Тафт То же самое Заявление Остина Раскритиковал Сказав Что Если он Хочет Управлять Палестинскими Землями То сразу Высылает туда Армию Потому что У него Ничего не получится У нее У ООН То Было понятно Что Трумэну Надо было Принимать В конце концов Какое-то решение И К счастью Тут повторюсь И его Разумеется Прагматические Соображения Он говорил Что у меня Нет Тысячи Арабов Потенциальных Избирателей И его Реальная Действительно Симпатия К евреям И к тому Что с ними Произошло Все это Заставило его Принять Правильное Решение И Американское Правительство И Трумэн Как вы знаете Независимость Израиля Признали Дальше Уже Другая История Это то Как Американцы Помогали Израильтянам Во время Их Войны Потому что Они помогали Оружием Люди Так сказать На частной Основе Но повторюсь Это уже Как-нибудь Об этом тоже Поговорим Довольно-таки Занимательная История А здесь Я наверное Остановлюсь Такой краткий Конечно же Экскурс Но тем не менее Надеюсь Любопытный Для вас Я Произвел Если Есть Какие-то Вопросы То пожалуйста Отвечайте Задавайте Если Сергей Что-то добавит С удовольствием Передам ему слово Я напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если у вас Вопросы Возникли К Ивану Пожалуйста Звоните И задавайте Ну и Пока вопросов Нет У нас еще есть Минут Наверное Пять Времени До перерыва Может быть Мы Вернемся К сегодняшнему Дню Или Давайте Давайте В Андрию Поехать Сегодняшнем Давайте сначала Примем звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Добрый день Господа Вы знаете Очень интересную Тему Вы затеяли Вы знаете Одна из моих Самых настольных Книг в Америке Которую я Когда-то читал Я почему-то Уверен Что вы ее читали Иван The secret war Секретная война Против И там написано Это человек Который написал Эту книгу Джон Лафтус Он работал В администрации Президента Картера То есть Использовал Колоссальные документы Об архивах И он написал Что если Руд Жил То он бы Никогда Не признал Государство Израиль И только Конечно Благодаря Мужеству Потому что Действительно Трумэна Почти Все правительство Ушло Он это Сделал Но Рузвель В этой книге Написано Он бы Никогда Не признал Государство Израиль И поэтому Евреи Так любят Демократов Вот так К сожалению Да Так и более того Тот же Маршал Он вообще-то Угрожал Уйти в отставку И говорили Что В случае Признания Израиля Вся делегация Соединенных Штатов В ООН Уйдет в отставку То есть Будут какие-то Массовые Уходы Но Маршал Тут дадим ему Должное Когда Было принято Решение Он сказал Что Президент Есть Данные ему Конституции Право Он его Выполнил Поэтому Я человек Военный Значит Я должен Работать Дальше Тут Маршал Был прав Конечно Ну и да Я об этом Не упомянул Но естественно Из Иерусалима От арабов Прежде всего Конечно же Из Каира Такой Не знаю Если он сейчас Мусульманский Институт Но там Сразу посыпались Угрозы Что все Джихад Сегодня Завтра И так далее И тому подобное Но евреи Так К этому Уже знали Что из себя Представляет Арабская Публика А Американские Правители И политики Но они К счастью Тогда Не были Так озабочены Тем Чтобы Умаслить Арабских Экстремистов Как сегодня Иван Вы знаете Хочу вам Сказать В двух словах Я здесь Довольно Достаточно Давно С 1978 Года И я Сразу Когда приехал Я вступил В организацию Это Мэр Каханы Да Да Защита Евреев И он Всегда Начинал Свои выступления С того Что в 42 Году Представители Американского Еврейства Врачи Лайера Бизнесмены Пришли К президенту Трумы Рузвельту И сказали Что по ихним Сведениям Что идет Геноцид В Европе На что Рузвельт Им ответил Что Он говорит Все выступления Кахан Начинался Он им ответил Что же вы хотите Чтобы я сейчас вышел Передамериканским Объявил Что мы идем Вступаем Во вторую Мировую войну Против Германии Посылая войска Защищать Евреев Говорит Этого никогда Не будет И они Все ушли И в чем Мэр Кахана Обвинял Представителя Американского Евреев Он говорит И что Они встали Ушли И ни слова Они даже были Кричать Караул Гвал Что хотите Что происходит Они просто Ушли Но ответ Это был Довольно Простой Лаконичный Я из-за вас И вы знаете Я отвлекусь Когда я только Прям в Америку На моей первой Работе Инженерной Я познакомился С американцем Который мне Прямым тестом Заявил Говорит Мой брат Погиб во втором Верноте Это был 78-79 Он погиб В Европе Из-за евреев Потому что Америка Послала В 78-м году Мой брат Пошел Их освобождать От 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 фашизма Вот такое вот Даже И такое мнение Бытует К сожалению Понимаете Хотя это было Довольно таки давно Ну к сожалению Да Увы Есть Даже среди Американцев Такие Не слишком разумные Мягко говоря Люди Ну а что касается Кахан Раз вы его упомянули То к этому человеку Я тоже отношусь С огромным уважением Последняя моя С ним была встреча Я ему сказал Я желаю вам Чтобы вы стали Премьер-министром И через год Его убили Ну вот такое Но это уже Другая история Иван Огромное вам спасибо Я вам очень благодарен Спасибо Да спасибо вам Спасибо Алекс И давайте мы Наверное Давайте мы Наверное Сделаем небольшой перерыв Буквально через Несколько минут Вернемся И продолжим Ну а мы возвращаемся В программу Час Ивана Денисова И сейчас Наверное Мы с вами поговорим В прошлый раз Не успели Не было времени Не хватило Поговорить Об эпохе Маргарет Тэтчер Ну и может быть О выборах Давайте об этом Да Объединим В единый сегмент Так совпало Что местные выборы Прошедшие Буквально неделю назад В королевстве Совпали С С началом эпохи Тэтчер 40 лет назад Тэтчер стал премьером И Некоторые сходства Существуют Потому что Сейчас Британия Конечно же Достаточно Весомая Сила Но Отсутствие В ней Серьезного Лидерства Налицо И По Этим выборам Да В местных Советах Консерваторы Большинство Сохранили Если мы говорим О Великобритании Но Потеряли Очень много Мест К счастью Потеряли их И лейбористы Тоже Потому что Лейбористская партия Даже хуже Чем была При Этли На сегодняшний день О чем мы тоже знаем Добавились В ее представительство Либеральные демократы Ну это такая Левоцентристская Социал-демократия И партия Соответствующего Типа Ну и Во главе Консерваторов Действительно Кого-то Трудно увидеть Чтобы это был Человек Достойный Возглавлять Одну из основных Партий Поэтому Естественно Все вспоминают Тэтчер Нынешние Консерваторы Застрявшие В Брексите И в сложных Отношениях С Евросоюзом Конечно же Выглядят Довольно-таки Уныло И Кого им Противопоставить Агрессивным Левакам Вроде Корбина И Макдоналла Во главе Лейбористской Партии Понять Сложно Если же Вспомним Мы с вами Ну Уверен Многие Слушатели Это помнят И даже Я частично Помню Конец Семидесятых То вообще Британия Тогда Числилась То что Называется Больным Человеком Европа Есть такой Популярный Оборот И никто Не мог Подумать Что Могущественная Империя Девятнадцатого Века Вот этот Переходящий Бесславный Титул Получит Между тем Так оно и было Вторая Мировая Последующая Политика Лейбористов И не слишком Отличающихся От них Консерваторов Вроде Макмиллана Или Хита Но все это Привело К Последствиям Печальным Черчилль Да В свой Срок Начало Пятидесятых Говорил Много Разумных Вечей Но И указывал На необходимость Борьбы С социализмом Но к сожалению Сделать успел Мало И возраст И усталость Все это Сказывалось Тем не менее К счастью Хотя я все таки Наверное Не могу сказать Что в Британии Было такое же Консервативное Движение Как в Штатах Но люди Более Разрозненные Они Искали Своего Кандидата Который Б пытался Вернуть Великобританию Соединенное Королевство К былому Величию И прежде всего Опираясь На Британские Добродетели Британские Добродетели Подразумевают Все таки Свободу Личности И отказ От Чрезмерного Правительственного Влияния Был Такой Энук Пауэлл Но Мы про него Говорили в прошлом Году В связи с его Речью Но у него Там свои Заскоки И он Конфликтовал Со многими Внутри Консервативной Партии Даже из нее Вышел А потом При всех Своих Достоинствах У него Был Какой-то Совершенно Необъяснимый И странный Антиамериканизм Который Ему тоже Мешал И Тэтчер Оказалась Именно Тем Человеком Которая Партию И потом Выяснилось Британию Спасла Потому что Хотя На ее Момент Прихода Британская Экономика Тихо Помирала От Национализации Высоких Налогов И всего Что с этим Связано Плюс Диктат Профсоюзов И Несмотря На попытки Премьера Келлахана Чуть большую Жесткость По отношению К коммунизму Показать Но он Лейборист И ему Трудно Было Эту большую Жесткость Показывать Тэтчер Естественно У нее Была И команда Хорошая Но Это Ни в коем Случа Не должно Принижать Ее заслуги Тэтчер Продолжая То Что только Говорил И не смог Сделать Черчил И Пытался Сделать Из-за Собственного Сложного Характера Не смог Воплотить Пауэлл Она Все это Ну Не все Но что смогла В жизнь Привнесла Потому что При ней Был Сломлен Наконец-то Этот Профсоюзный Диктат Над экономикой А при ней Произошло Хотя Там тоже были Перепады Она многого Чего хотела И его окружение Хотела Не смогло добиться Снижения Налогов Но Были предприняты Нужные шаги Пошла Приватизация И Как только Британия Стала Выкарабкиваться Из Кризисной Кризисной Своей ямы Британия Стала Силой На международной Арене Своем Антикоммунизме И Сотрудничестве С Соединенными Штатами Потому что Как Я вам уже Говорил Что Видите Когда Израиль Создавался Очень хорошо Что Были Правильные Люди Во главе Штатов Британии Даже Атли Оказался В том Случа Правильным Но Так и Здесь Тетчер И Рейган Они Друг друга Дополняли Я От себя Добавлю Что Мое Сожаление Что Бегин И Шамир Не стали Третьим Элементом Трио Наверное Третий Был лишний Увы Хотя У Бегина Были сложные Отношения У Шамира Получше О чем И Тетчер Кстати В чем-то Даже Оказывала На Рейгана Более Положительное Влияние В чем-то Он На нее Потому Что Например Рейган Был Нацелен На Полный Отказ От Ядерного Оружия Тетчер Считала Что Этого Делать Не Следует И Что Здесь Чрезмерный Оптимизм Калифорний Рейган Ему Мешал С Другой С Рейган Например Считал Что Тетчер Горбачеву Рейган Полагал Что Коммунистам Доверять Не Стоит И Здесь Уже Он Тетчер Уравновешивал И Балансировал Бывали У них Конфликты Прежде Всего Из-за Гренады Так Как Тетчер Полагал Ее Элементом Своего Ну Что Это Часть Под Протекторат Британии И Действия Рейгановской Администрации По Ликвидации Тамошнего Марксистского Режима Без Ее Без Того Чтобы Ее Ставить В курс События Это Она Восприняла Как Личное Оскорбление Но Более Менее Все Уладилось Как Говорят Советники Рейгана Для него Кстати Одним из Способов Давления На него Было Сказать Что Если Вот Он Какое Решение Примет То Которое По мнению Советников Может Плохо Закончиться То Мэгги Позвонит Будет Долго Читать Ему Лекцию Рейган Всегда Улыбался И отвечал Нет Такого Мы Не Можем Себе Позволить Ну Вот Тем Не Менее Да Даже Если Отвлечься От Того Что Тэтчер Своей Жесткостью Вернула Британию На Международную Арену Где До Того Британских Министров По большому Счет Мало Кто Запоминал Ну И То Что Происходило В самой Британии Это ее Политика Которую Я уже Назвал Она Конечно Усилила Положение И Консерваторов И Внутри Страны И Вернула Во многом Британцам Гордость В Свою В своей Традиции Тэтчеризм Это Ну Наверное Если угодно Британский Вариант Консерватизма Американского Того Консерватизма О котором Мы говорим О который Сложился В 50-е годы Много Тоже Определений Как и В консерватизме Но вот Чарльз Мур Сторонник Тэтчер Замечательный Журналист Ее биограф Он пытался Его сформулировать Как Отказ От Правительственного Диктата Частное Предпринимательство Гордость За свою Страну Минимальные Налоги Антикоммунизм Очень Конечно Все Просто Но Тем не менее Мы видим Серьезное Сходство С тем Что Происходило В консервативном Движении Соединенных Штатов И то Что Действительно Тэтчер Успеха Удалось Добиться И немалого Проблема Тэтчера Проблем Было Наверное Две Первая Более Внешняя И Трудно Сказать Насколько Она Более Важна Или Нет Это Это Что Движение И то, о чем не забывали, скажем, консерваторы американские, а именно о важности иудеохристианского наследия, о каких-то необходимых ценностях, которые должны быть и уравновешивать материализм и капиталистический, в лучшем смысле этого слова. Ну, капитализм это вообще хорошо, но это так, к слову, какие-то капиталистические реформы, вот по мнению британских, подчеркиваю, уже социальных консерваторов, Тэтчер вот этому не уделила должного внимания, и возможно именно поэтому ее, эта Тэтчеровская революция, она не получила продолжения прежде всего в самой консервативной партии. Но, да, возможно, но, повторяю, учитывая, в каких условиях Тэтчер принимала королевство, и учитывая, в каких она его оставляла, то, безусловно, ее правление можно считать только успешным. Сама она, хотя, ну, принято считать, что у Тэтчера со старшувством юмора было не очень хорошо, и, в принципе, это правда, когда в ее обществе шутили, она часто требовала подробного объяснения шуток, и потом говорила, я все равно ничего не понимаю. Но, тем не менее, у многих британцев все-таки какое-то чувство юмора, страумия в крови, поэтому Тэтчер, наверное, лучше всех подвела итог к своему правлению, когда сказала, и многие удивлялись, что женщина добилась того, чего не могли добиться мужчины. Она сказала, что очень часто бывает так, что петухи много шумят и красуются своей окраской, но яйца-то сносят куры. И после этого, кстати, Уильям Бакли называл ее, ну, по-русски не очень красиво звучит, по-английски лучше, поэтому я английскую версию скажу, Mother Hand of Modern Conservatism. Ну, наверное, так оно и есть. И, возвращаясь к тому же Чарльзу Муру, который, повторюсь, биограф Тэтчер, Мур в свое время написал, что консервативную партию в самые сложные моменты и кризисные спасали самые неожиданные люди. В 19 веке это был и еврей Бенджамин Дизраэль, а в веке 20-м это женщина Маргарет Тэтчер. И действительно, был Черчилль, но он партию менял, был Солсбери, но Дизраэль и Тэтчер, это, пожалуй, два самых главных лидера консервативной партии, хотя у меня там есть свой тюневой фаворит, но о нем как-нибудь в другой раз. Так вот, сейчас, по мнению Мура, спасти партию, он это писал, кстати, довольно давно, но сейчас это снова актуально, может только человек из Северной Ирландии. И это возвращает нас к выборам, я вот вам уже сказал про консерваторов, про лейбористов, но есть, знаете, такой, как бы его назвать, секрет Соединенного Королевства. То, что он секрет, это очень плохо, по моему мнению, потому что эти силы, на них надо обращать больше внимания, их надо больше во всем мире рекламировать, и в том числе устанавливать с ними связи американским консерваторам. Так вот, это северо-ирландские правы. Северо-ирландских правых партий две, это Ольстерская юнионистская и Демократическая юнионистская. Как это часто бывает у похожих партий, они, к сожалению, очень любят между собой припираться, и периодически там у них отток из одной партии в другую происходит. Ну, скажем, Ольстерская юнионистская, она постарше, поэтому из нее народа уходит больше, и нынешняя глава демократов-юнионистов, она оттуда, Арлен Форстер, и ныне перебравшийся и весьма авторитетный в консервативной партии Дэвид Тримбл, кстати, он тоже оттуда. И, к слову, вот то, что писал Мур, это касалось Дэвида Тримбла как раз, потому что он заключал много мирных соглашений и способствовал тому, что в северо-ирландии спало напряжение. Но это тоже, наверное, история отдельная, сегодня не будем сосредотачиваться. Так вот, эти две силы, они действительно консервативны, и Ольстерская юнионистская партия, скажем, в конце сороковых противостояла лейбористам и социалистическим реформам куда больше, чем консерваторы. И резолюция такого, был такой Ольстерский юнионистский совет, она гласила, что социализм это враг Северной Ирландии, что национализация в любой форме это идет против интересов Ольстера. Ну, Ольстер, да, это был как бы символ Северной Ирландии для них. И что любые попытки привнести социализм и социалистические реформы в Северную Ирландию, это есть нападки на бизнес и ограничения свободы личности, и, следовательно, идут, вступают в прямой конфликт с интересами Северной Ирландии. К сожалению, на самом острове, в Великобритании, таких настроений на тот момент не было. А Ирландцы, Север Ирландцы, их продвигали и оставались весомой силой довольно-таки долго. Ну, вот дальше из-за того, что Ольстерский юнионист, кстати, тот же самый Пауэлл даже успел побывать представителем этой партии, когда ушел от консерваторов, потому что видел у них куда более правую и консервативную силу, и здесь он тоже был прав. Но со временем многие протестанты, а они, естественно, были костяком островских юнионистов, стали считать, что партия становится все более и более центристской, что слишком часто идут на поводу у Лондона и у Дублина, и слишком много уступок делают католикам и основной части Ирландии, и поэтому действительно у ольстерских юнионистов было разочарование. И тут появился яркий персонаж, это проповедник Йен Пейсли, который в конце 70-х создала демократическую юнионистскую партию. Изначально она была абсолютно правой и популистской по своим настроениям и имела целью, да, сохранение в составе Соединенного Королевства интереса протестантов и, опять же, отторжение различных видов социалистической политики. Более того, что важно очень для меня и уверен для многих из вас, ольстерские юнионисты, ну, они редко высказывались на международные темы, но тот же самый Тримбл всегда был и остается другом Израиля. Он даже основал вместо Болтона международное такое общество друзей Израиля. Но Йен Пейсли, он пошел еще дальше, и его партия, демократические юнионисты, это на сегодняшний день, пожалуй, самая произраильская сила в европейской политике вообще. Потому что, когда североирландский парламент, он совершил большую глупость и признал, там не то, что признал у них сложная система, но, так скажем, проголосовал за то, что где-то в будущем они готовы согласиться с Ирландией и признать Палестину, то государство несуществующее. То эту резолюцию пытались сорвать до последнего именно представители демократических юнионистов. И именно ныне покойный Пейсли, он создал в североирландском парламенте то же общество друзей Израиля. И повторяю, на сегодняшний день это действительно очень сила достойная. Но вот какая проблема у этих двух партий. К сожалению, в Соединенных Штатах очень сильные проирландские настроения, вне зависимости от того, что левые ирландские и националистические партии, они не то, что просто левые, они еще и антиамериканские. Сотрудничали и с Кубой, и с наркокартелями, и с теми же самыми убийцами Арафат, имею в виду подчинение Арафата. И, увы, главная проблема в том, что вот эти вот действительно две достойные силы на сегодняшний день, демократические юнионисты в большей степени, они вот не могут пока выйти на контакт с консерваторами. Отчасти виноваты сами североирландцы. Тот же Тримбл, которого очень сильно в 90-е прессовала демократическая администрация, его приглашали на СИПЭК, за его взгляды он там был. Но он вот побоялся идти на сближение с республиканцами в нулевые, с консерваторами, считая, что истеблишмент сохранился, и что этот истеблишмент будет и дальше давить на Северную Ирландию, заставляя ее все больше и больше сливаться с Ирландией, а не с королевством. И что он только разгневывает этот истеблишмент своими контактами с консерваторами. В чем-то он прав, конечно же. Но, наверное, надо было ему все-таки идти и искать где-то, знаете, на уровне grassroots контакты, и развивать все-таки связи североирландских правых и консерваторов. А Пейсли в этом смысле пошел немного дальше. И, например, в 2007 году он был в Соединенных Штатах, и знаете, с кем он очень хотел встретиться? И встретился, есть фотографии того. А с политиком на тот момент еще не очень успешным и только начинавшим, но бизнесменом по имени Доналд Трамп. И, знаете, если посмотреть на популистские действия Трампа, то он у Пейсли позаимствовал очень многое. И даже если почитать анализ того, как Пейсли создавал демократических юнионистов, то мы увидим, что Трамп во многом следовал его примеру. Так что чему-то он научился у североирландского старшего товарища. Ну, на сегодняшний день, надо заметить, старший Пейсли уже умер. Младший же, то есть сын Йен Пейсли младший, он пытается традиции отца продолжать и неоднократно уже призывает к тому, что нужно добиться того, чтобы Трамп приехал в Северную Ирландию. И именно, что демократические юнионисты должны быть главными, кто это приглашение инициирует. И я с этим согласен. Вот сейчас вроде намечается поездка президента в королевство. Речь идет только о том, чтобы он побывал в Лондоне. Но я думаю, надо ему и до Белфаста доехать и все-таки с партии своего знакомого и в чем-то даже наставника Пейсли встретиться. И вот тогда, возможно, действительно пророчество Чарлза Мура, тогда и американские консерваторы обратят внимание. Ну, не сразу, но я надеюсь, внимание. И, возможно, и британцы увидят, что вернуться к традициям Тэтчер и вернуться к отношениям нормальным с Соединенными Штатами. Тем более, что сейчас именно Соединенные Штаты ждут Brexit, потому что соглашение торговое можно заключить только когда Британия из него выйдет. Так вот, что к этому соглашению можно вернуться только получив настоящего лидера. А я считаю, что такой лидер он где-то в Северной Ирландии. Ну, и здесь, да, наверное, мне пора уже заканчивать. На сегодня время, увы, поджимает. Спасибо огромное, Иван. Как всегда, очень интересный экскурс в прошлое. Я думаю, что будет полезно всем послушать и понять, что происходит. Огромное спасибо и до встречи в следующий раз. Спасибо, до встречи.